Привет гостям подписчикам моего канала, на связи Игорь Северов. Сегодня бы я хотел вам рассказать о недостатках процессора гитарного Zoom AS3. Ну что, прежде всего хочу обратить внимание на то, что данный процессор выпускается в двух версиях. Младшая модель AS2 и старшая модель AS3. У младшей модели нет много чего нужного, а в старшей модели есть много чего ненужного. При этом основной недостаток старшей модели это ее размеры, которая как раз в два раза больше, чем младшая модель AS2. А фактически можно было сделать одну модель AS2, убрав с AS3 ненужные эффекты и добавив их в AS2, чтобы процессор не был вот такого здорового размера как AS3 и при этом не был бы таким куцым и обрезанным как AS2. Но прежде всего, на что можно обратить внимание? Прежде всего, вот имеется у него два типа пресетов. Если входящие пресеты для входящей гитары еще можно понять, что они нужны, то вот эти исходящие пресеты, которые якобы заставляют звучать гитару с оттенками там разных дорогих гитар Мартин и прочих разных дорогих гитар Гибсон, то на самом деле вот эти пресеты, они вообще абсолютно не нужны. То есть если эти еще как бы, хотя их можно в принципе было бы убрать, просто чистый вход сделать, то пресеты, которые якобы занимаются превращением китайской гитары за 5000 рублей в Мартин D45 за миллион рублей, не, они точно не нужны. То есть так это не работает. Поэтому, в принципе, да, оба блока пресетов можно было убрать. Потому что эти не нужны вообще, а без этих можно обойтись. Второе, что у нас тут ненужное, да, бустер, да, бустер. Ну не знаю, насколько нужен бустер. Я могу сказать, что преампы современных электроакустических гитар и так настолько мощные, что, как правило, громкость более половины выкручивать никакой необходимости нет. Кроме того, аудиоинтерфейсы современные, вот даже у меня начального уровня Arturia MiniFuse 2, да. Ее инструментальный вход позволит давать столько гейна, сколько, как говорится, надо. То есть, буст, он абсолютно никогда не потребуется. Вот это я понял сразу, да. Потом, по поводу эффектов, да. Вот здесь, кроме хоруса, еще куча эффектов. На самом деле, фактически гитаисту, так как правило, нужен хорус, компрессор и ревер. Там и даже два хоруса не надо. Один хорус, один компрессор и ревер. Вот. Соответственно, вот темброблок, да, то есть преамп. Но я могу сказать, что на всех современных электроакустических гитарах преампы достаточно высокого качества. Поэтому преамп, он тоже фактически не нужен. То есть, это тоже лишняя деталь. То есть, вот столько лишних деталей ненужных, которых вообще никогда использовать не будешь, и в результате вот такой здоровенный процессор, да. А в AS2, который как раз вот такого размера, который нужен, в нем нету тона ревера, да, во-первых. Во-вторых, нету хоруса, а в-третьих, нету компрессора. Зато есть уже вот ненужный преамп, в частности. Поэтому, на мой взгляд, оба процессора, что AS2, Zoom, что AS3, достаточно неоднозначные. Хотя звучание вот процессора AS3, оно, в общем-то, беспрецедентно. То есть, качество очень высокое. Кто хочет послушать, как звучит гитара под данным процессором, предыдущее видео у меня, песня Олега Митяева в осеннем парке городском, там как раз вот акустическая гитара, электроакустическая вешенка в Tom Legend подключена вот через этот процессор Zoom AS3. В принципе, как бы, как бы его использованию, вот наличие лишних эффектов, оно никак не мешает, да. Просто хотелось бы, чтобы процессор был не такого огромного размера, а чтобы он именно был вот размером AS2, то есть как педаль, да. При этом, чтобы там был хорус, ревер и компрессор, ну и можно там оставить, допустим, тюнер. Тюнер, хорус, ревер и компрессор. И размер, соответственно, Zoom AS2. Вот это был бы просто идеальный акустический процессор для акустического гитариста. А тут получилось так, что сделали в этом есть все и даже больше, чем все, но он здоровый, да. И даже много лишнего есть, но он, опять же говорю, здоровый, тяжелый. Особо собой его там на улице, куда-то еще там не очень таскать нормально, да. А в AS2 как раз он такого размера, какой надо, но там нету, как минимум, ревера и нету хоруса. То есть тот вообще получается ненужный, ни к чему. То есть вообще бесполезный. Размера правильного, но вообще бесполезный. Вот такие-то, ребята, дела с данными устройствами. Но все равно, в любом случае, купить его, если размеры для вас никакого значения не имеют, я бы рекомендовал, потому что все эффекты звучат очень качественно и все необходимые эффекты тут как минимум на борту есть. Единственный, можно сказать, серьезный недостаток это его размеры. Но с наличием лишнего, лишнего можно просто не включать и все то, что вам не нужно. Вот как-то так. Подписывайся на мой канал, чтобы ничего не пропустить. А то даже не узнаешь, блин, в чем смысл процессоров современных для акустических гитар. Практических нигде нет. Вот одно видео. Единственное видео на весь интернет о недостатках данного процессора, на весь мир от меня. Еще у меня целая куча уникальных видео, которые есть только у меня и вообще больше нигде нет. Вот меня что удивляет, что это ЦИПСО ограничивает мой канал. А ведь в моем канале масса уникальных видео, которых в мире вообще нет. Например, обзор электроакустической гитары Martin Alternative X, единственный на весь интернет. Обзор электроакустической гитары Ovation John Lennon Limited Edition, ограниченная партия, ограниченная серия 2005 года. Еще много-много чего у меня есть. Точно, что есть только на моем канале и больше во всем интернете нет. Поэтому подписывайся, пока не все не пропустил. Это был Игорь Северов. Доходите в гости. Всем привет. До свидания.